В этом мини МК я покажу вам три простых и понятных технических приема, которые помогают совмещать разные виды тканей, когда вы делаете какое-то изделие и хотите обойтись без швов, сделанных вручную или на машинке. Ну вот для начала у меня простой набор материалов, три вида тканюшек, подходящих по цвету и рисунку, немножко волокон и немножечко шерсти, мельносов, гребенной ленте. Ну вот тканюшки, видите, я просто выбрала, они все с узелковым батиком, с таким простым рисуночком. Что еще мне из инструментов понадобится для работы? Кусочек воздушно-пузырьковой пленки, можно взять либо какие-то утюжки, либо виброшлифмашинку. И в разбрызгивателе у меня сразу подготовлен мыльный раствор. Вот тут, наверное, лучше, чем мылить челесетку мылом, лучше взять сразу мыльный раствор, я беру для этого жидкое мыло. Я выкладываю три вида ткани, да, вот последовательно, одна за другой. В данном случае я покажу вам, как делается переход без сборок ровный и как создается пышный валан. Раскладываем ткани, они должны быть в стык одна к другой, причем стыки должны быть не нахлёст, а ровный стык, такое прямо точное попадание. И там, где у нас соединение тканей между собой, туда мы начинаем раскладывать шерсть. Вот тут очень важный момент, принципиальный для новичков, это надо запомнить, как правило, опытные мастера, конечно, это уже все знают, я не открою никаких тайн. Мы раскладываем перпендикулярно стыку тканей волокна шерсти, да, раскладываем тоненькими прядочками, если у нас тонкий шелк, надо помнить, что чем плотнее ткань, тем толще будут вам необходимые прядочки шерсти, ну, потому что у шерстинок должно хватить сил, скажем так, просто, да, для того, чтобы соединить эти ткани. Я раскладываю, я хочу, чтобы у меня на красный цвет, желтенький, переходил контрастно, чтобы потом видны были такие, как бы, вот, объемные ячейки. На желтые прядочки переходят широким кольцом, да, концом этой пасмочки. То есть, вот я разложила вот так тоненько. Вот этот стык можно дополнительно декорировать, можно оставить так, конечно, можно дополнительно декорировать. Для декора можно использовать самые разные волокна, если их аккуратно, тоненько разложить. Вот у меня даже не было под рукой шелка, подходящего по цвету, поэтому я взяла вот немножечко вискозы. Редко я ее использую, но знаю, что в России мастера ее очень любят, поэтому вот покажу вам даже, как это сделать с вискозой. Ну, вот я просто раскладываю по этому шелку волокна вискозы. Вы можете сдавать какой-то рисунок дополнительный, да, можете брать волокна разных цветов. Естественно, это все будет зависеть от вашей дизайнерской задумки. Но для того, чтобы действительно сохранялось ровное полотно ткани и там, и там, чтобы не было сборок, важно шерсть разложить перпендикулярно вот этому шовному соединению, этому стыку ткани. И это принципиальный и самый главный в этом случае момент. Ну, я подбираю все эти волокна, чтобы они нигде не торчали. Собственно, все, я все разложила, сбрызгиваю это дело мыльным раствором. Ну, можно замочить заранее оливковое мыло или хозяйственное, да, натертое мыльную стружку. А можно, в принципе, взять какое-то мыло для рук жидкое, оно тоже прекрасно подойдет для работы. Я не использую ферри и вот такие тяжелые химические растворы, потому что, ну, на самом деле, они и для рук вредны, если вы не работаете в перчатках. Ну, и, конечно, в принципе, они еще дополнительно высушивают шерсть. Ну, это такие уже химические процессы. Не буду вдаваться в подробности, но я предпочитаю какое-то мыло использовать. Мыло не надо дорогое, не надо с какими-то, опять-таки, смягчающими добавками, потому что это замедляет. Ну, в общем, там, где я хочу получить с одного края пышный валан, да, а вторую половинку ткани оставить ровной. Вот валан я сразу же присбариваю, да, я присбариваю руками, смачиваю вот по стыку, да, эти две ткани и выравниваю, да, стараюсь, чтобы более равномерная вот эта сборочка была сразу выложена, вот этот валанчик, ну, соответственно, поправляю ткань. То есть, что это может быть? Так можно сделать рукава, так можно сделать валаны на юбке разнообразные, многоярусные, то есть, можно через блокиратор положить еще второй валан. Тут уже как-то вы будете смотреть, да, что вы хотите, какую вещь вы хотите получить. Но самое главное, чтобы вот на стыке у вас не было просветов между тканями, да, иначе там просто получатся дырочки. Все, вот таким вот образом разложила, и опять беру шерсть в гребенной ленте, с гребенной лентой в данном случае работать лучше, чтобы, ну, вот то, что должно остаться ровным, да, чтобы эта часть полотна не сосборилась с кардачосом, сложно равномерность соблюдать. Вот я раскладываю, опять же, тоненькими прядочками, немножко они будут более толстые вам нужны, чем на левой половине образца, потому что тут все-таки есть сборка, и сборку шерсти удерживать немножечко сложнее. Все, вот так вот раскладываю по этой линии, опять-таки раскладываю перпендикулярно стыку тканей. То есть, если стык у нас вертикальный, прядочки я раскладываю по длине горизонтально. Тогда усадка, вот она происходит по длине, а по ширине полотно остается таким, как оно у нас заложено. То есть, вот этот момент номер один. То есть, вот тут у нас два варианта. Ровное совмещение и ровная ткань, да, в плоскости, плюс осборенная ткань. Вот два элемента. Все сбрызнуло еще раз мыльным раствором. Можно отдекорировать. Как один из вариантов декора, ну, я вам просто на образце показываю, да, я взяла кусочек окрашенного, разреженного маргелландского шелка и выкладываю его прямо поверх шерсти. Вы увидите, что, в принципе, это дает хороший рисунок из самого маргелландского шелка. Я бы, честно говоря, из разреженного газа никакую одежду не делала. Вот, ну, как-то он все-таки слабоват. Вот на палантинах или на одежде, как такой вот стабилизирующий слой, да, он хорош. Ну, вот просто полностью из него одежда, ну, наверное, он все-таки тонковат, он ползет. Из более плотных шелков, да, пожалуйста, ну, и можно вот точно так же поступать и с хлопковыми тканями, да, они точно так же совмещаются. Шерстяные тонкие ткани тоже прекрасно таким же образом можно совмещать. И все через воздушно-пузырьковую пленку, как мы ее все любя называем пупыркой, через нее я прохожу шлифмашинкой. Причем я предпочитаю именно через вот такую пленку делать, да, машинкой проходиться. На мой взгляд, волокна прихватываются быстрее и равномернее, чем через пленку гладкую. Не очень люблю с гладкой пленкой просто вообще работать, да. Иногда приходится, но тем не менее. Вот в таких вещах я предпочитаю пленку воздушно-пузырьковую. И вот я шлифмашинкой. Сначала я ее подержала, причем на счет, наверное, 10, да. То есть вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На каждом участке приваливания. Потом вот поводила шлифмашинкой через пленку. Ну, собственно, я вижу, что уже достаточно хорошо прихватились волокна, да. То есть ничего уже не торчит, не отваливается. И я еще разочек по длине шерстинок вот так вот прошлифовываю шлифмашинкой. В принципе, это очень легкая процедура, не занимающая много времени, в общем-то, не требующая никакого приложения дополнительных сил. По одной стороне, по лицевой в данном случае я вот так вот вышлифовываю. И вот на левой стороне я точно так же по шерсти и вискозе абсолютно точно так же пришлифовываю шлифмашинкой. Причем вот, смотрите, я двигаю шлифмашинку в основном по длине волокон шерсти. Это тоже важный вариант для того, чтобы у нас не созбаливалось полотно там, где нам это не нужно. Все, шлифмашинкой я закрепляю с одной стороны для того, чтобы дальше меньше валять. Я переворачиваю на другую сторону. Вот видите, у меня тут индийский шелк подлинял немножечко. У них часто бывают нестойкие красители. Ровненько опять раскладываю, чтобы эти шевчики были в плоскости, чтобы они у меня были открыты, видны. Я могу их таким образом контролировать. И я еще один разочек здесь, по этой стороне, прохожусь шлифмашинкой. Ну, буквально вот чуть-чуть надо вот так, чтобы была уверенность в абсолютном таком вот сцеплении. Буквально чуть-чуть-чуть-чуть надо подшлифовать. Подшлифовываем вот таким образом. После этого, если вы работаете шелком, у вас шерсти совсем немного. Я обычно никогда ничего не катаю в рулоне. Я дальше все это прорабатываю руками. Ну, поскольку здесь у меня образец, да, я его как снежок такой, да, просто в руках вот так вот перекатываю. Можно помять дополнительно. Но в основном это вот такие вот уваливающие движения. Можно покидать немножечко. Ну, как вам удобнее. Образец долго уваливать не надо. Он совсем маленький, совсем легкий. Я чуть-чуть потру руками дополнительно. То есть, ну, это все такие вот привычные, да, для уваливания процедуры нехитрые шлифмашинка. Когда тонкий шелк, она практически уже все сцепила. Просто подваливается шерсть для того, чтобы, ну, сам по себе войлок на этих швах стал чуть-чуть поплотнее. Ну, эти хорошо так легли волокна. Уже ничего не отпалится. Можно быть в этом абсолютно уверенным. Ну, вот я беру еще чуть-чуть аккуратненько, тру это руками. Естественно, сначала не нужно прикладывать никаких особых усилий, да. То есть, сначала все движения, мы всегда начинаем работать с шерстью очень легкими движениями. Так вот бережно, нежно, аккуратненько. Потом эти движения могут быть более такими уверенными, более сильными. Ну, вот такого варианта трения. То есть, в принципе, вот без швейной машинки дома вот так можно собрать платье, да. Причем с многослойными валанами, с каким-то сложным достаточно кроем. Можно вот таким образом с войлочными швами сделать одежду. Или, допустим, у стонкой шерсти какой-то там сарафан красивый, необычный. Никаких проблем, то есть, швы войлочные, они держат ничуть не хуже, чем швы состроченные. Это уже доказано, это уже испробовано на практике. Ну, собственно, вот как бы все это закончено. Все эти процедуры выполаскивают в водичке. Ну, если большая вещь, естественно, что вы будете это делать там в большом тазу. У меня просто небольшая мисточка с водой. Вот как линяет индийский шов. Вот есть у него такой недостаток. Ну, ничего страшного. Тут я валяю образец. Если бы я делала готовую вещь, я бы заранее этот шов, конечно, подготовила бы. Простирала, дополнительно закрепила краситель уксусом. Ну, для образца не буду. Ну, вот вы видите, да, что получился балан, такая борка хорошая, сосборенная, с красивым переходом войлочным в гладкую поверхность шелка. Ну, а здесь просто ровный переход, никаких сборок нету. То есть, ну, то, что нам и надо было получить. Я не стираю такие вещи в стиральной машинке, естественно, только ручная стирка, если вы делаете какую-то одежду. Ну, вот на фотографии, да, уже я выстирала, выполоскала, просушила и отгладила шов. То есть, вы видите, ровное полотно и балан. Два приема, вот на макросъемке вы видите хорошо, как выглядят эти переходы. Ну, вот я не хотела делать, да, желто-красный, где, да, никакой дополнительный декор. Мне кажется, это и так выглядит вполне фактурно. Вы можете, ну, естественно, сделать, украсить это все как-то по-своему. Да, то есть, ну, у каждого из вас свой взгляд художника, дизайнерские какие-то свои планы. Вы их совершенно запросто таким образом можете реализовать. Ну, и вот эффект от разреженного маркеланского шелка, который вот я лентой полосочкой такой разложила. Вы видите, он выглядит совершенно как обычные волокна шелка, он прекрасно ложится и производит очень хорошее впечатление. Сейчас мы еще один образец с вами сваляем. Тут у меня тоже два вида шелка, причем один это тонкий прозрачный шифон, второй шелк более плотный. Ну, плюс гребенная лента и шелковые ниточки для декора. Можно, в принципе, использовать и кардачос тоже. Я буду использовать в данном случае гребенную ленту. Ну, смотрите, я раскладываю, да, более плотный шелк и тонюсенький прозрачный шифон. Но, опять-таки, это шифон. Это не маркелланский газ разреженный, это именно шифон, потому что у него более стабильное, более плотное переплетение. С ним такие вещи просто надежнее. Если вы захотите использовать маркелланский шелк, то вам нужен будет для этой цели как минимум неразреженный газ, ну, а лучше даже цельсиур. Дальше уже с тканями будете экспериментировать сами. Я хочу получить вариант, где обе ткани будут сосборены валанами. Значит, я выкладываю шерсть прядочками в направлении соединения стыка тканей. То есть, стык у нас вертикальный. И шерсть я выкладываю тоже вертикально. Тут все элементарно. Все мы прекрасно знаем, что шерсть усаживается по длине волокна. Соответственно, вот этот шов у нас тоже сосборит ткани именно вот с двух сторон от этого соединения. Ну, я разложила вот такую ленточку. Важно, чтобы шерстинки попадали и на одну ткань, и на другую. То есть, ну, ширина этого шва – это опять-таки как вы захотите. Вы можете сделать ее ширину сантиметра, а можете сделать 3 или 5 сантиметров какую-то вставку. Это как вам больше уже нравится. Ну, опять-таки, этот шов можно отдекорировать. В данном случае я беру шелковые нити. Ну, они окрашены, посветлее, потемнее. Вот очень хорошо. Получается, это выглядит как тесьма. Но можно, допустим, на такой шов положить вообще какое-то тонкое натуральное кружево. И сразу же у вас будет готова отделка. То есть, тут без проблем. Можете сверху положить, ну, точно так же, полосочку из маргелландского шелка разлеженного. Можете просто другой ткани полосочку положить, а она закрешируется, приваляется. Все это будет вместе красиво выглядеть. Ну, надо этот шовчик, да, сбрызнуть водичкой маленькой. Дальше процедуры, в принципе, повторяются как в первом образце. То есть, я вот этот образец, ну, и даже если бы большую вещь сделала, я просто закрываю пленкой. Немножечко, да, придавливаю руками. Прохожу шлифмашинкой. Сначала я ее держу на счет 10. Да, то есть, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, потом можно шлифмашинкой вот так вот чуть-чуть притереть по этому стыку. И самое главное, что тут шлифмашинка дальше будет вышлифовывать это полотно по большей части вдоль этого шва. То есть, мы будем двигать по вертикали. Ну, вот чуть-чуть я потерла, пригладила, да, буквально вот чуть-чуть закрепила. Таким образом, ну, тут даже как бы нету никакого ускорения в записи вот этого простого, да, ролика такого. Вот, то есть, ну, вы сможете это абсолютно пошагово все повторить. Мало того, я скажу вам по секрету. Вот здесь, делая такую одежду, можно не делать сэмплы, потому что ткань-то сама усадки у вас не даст, да. А усадку вылока вы можете очень хорошо контролировать. Ну, и вот вдоль шва я прошлифовываю как следует шлифмашинкой. То есть, по вот этому шовчику, по раскладке шерстки у вас и будет происходить усадка. Я поворачиваю на вторую сторону. Смотрите сначала после первой шлифовки, чтобы у вас не разбежались края этого шва. То есть, все движения руками делайте аккуратно, если что, вы можете подправить, если ткань еще не сразу прихватилась. Ну, и потом точно так же опять вдоль шва, по изнаночной стороне, хорошенечко имеет смысл машинкой прошлифовать. То есть, опять-таки, чем лучше вы прошлифуете машинкой, тем меньше вам потом водится руками. Если вы не любите работать со шлифмашинкой, здесь вам помогают разнообразные утюжки для валения. То есть, процедуры абсолютно те же самые, просто они займут у вас чуть-чуть больше времени. Вам понадобится больше терпения. Дальше, опять-таки, мы притираем. Причем, ну, в данном случае можно, если хотите покатать в рулоне, а вообще достаточно вот так вот между руками вот так трончик этот потелить. То есть, вам надо добиться необходимой усадки именно по длине шерстинок. Как обычно, это, ну, очень быстро все происходит с тонкими тканями. Если ткань более плотная, это чуть-чуть побольше времени займет. Тоже абсолютно неутомительный процесс. То есть, вот самое главное, что надо запомнить, если вы укладываете шерсть по длине шерстинок по направлению стыка, значит, у вас будут сборки и на одной, и на второй ткани. Вот именно эти самые простые, элементарные технологические приемы используются и для изготовления таких очень красивых, больших текстильных шарфов, где одна ткань переходит в другую без машинных швов. Ну, вот как бы вот я доваляла, вот оно собралось, остается простирать. Сознаночки аккуратненький стык. Да, вот я покажу на фотографиях еще его более подробно. Все, я постирала, выполоскала, отжала. Вот так вот выглядит на образце это. И точно так же это может выглядеть в той одежде, которую вы делаете. То есть, вы получили сразу сборку, но без машинного или даже ручного шва. Вам не надо наметкой сначала созбаривать эти швы. То есть, очень быстро, эффективно, аккуратно, красиво. Если украсите волокнами, будет еще красивее. То есть, тут простор для фантазии не ограничен. Можете развлекаться, создавать красивые варианты. Вот. То есть, ну, таким образом, допустим, да, можно какие-то крылья встроить на одежду. Опять-таки, можно двойные валаны какие-то необычные сделать. Можно линию талии подчеркнуть, можно линию рукава подчеркнуть. Ну, то есть, экспериментировать. А можно на палантино это тоже применять, разнообразные такие вставки делать. Ну, вот видите, да, вот я специально показываю крупные планы, как выглядит и со стороны шифона, и со стороны тонкого шелка. Очень хорошо шерсть, очень легкая сама по себе. И она балансирует две разные по плотности и по весу ткани. А вот крупным планом, как выглядит изнаночка. Причем, знаете как, вот это настолько аккуратненько обычно, что, ну, можно иногда это и на лицевой стороне использовать. В зависимости от того, просто какую вы делаете вещь. Да, вот, ну, с одной стороны, с другой стороны, вот так вот смотришь, изнанка тоже всегда очень аккуратненькая получается, хорошо выглядит. Опять-таки, ваша фантазия может тут развернуться, как вам удобнее. Ну, собственно, вот три технологических приема. Я надеюсь, что вы их, кто не знал этого раньше, с легкостью сможете применять дальше на практике. Ну, кто уже знал, подтвердите свои знания.